Молодые спортивные берчане начали празднование дня рождения города рано утром. Чтобы провести день весело и спозе для здоровья, они приняли участие в спортивном марафоне. Кто-то бежал, кто-то ехал на велосипедах. Участники справились. По улицам города от ДК Родина до Мемориала Славы прохождение марафона было. И простянулось оно на пять этапов. Естественно, спортсмены есть спортсмены, но приятно то, что видеть в этом первом лекаритическом марафоне семьи. Награждение лучших проходило около монумента Славы. Памятные дипломы и подарки получили все спортсмены. Ведь в такой день главное не победа, а участие. Это был первый лекаритический марафон, но не последний. Организаторы уверены, подобное мероприятие станет доброй традицией. Сразу после награждения спортсменов, проходивших марафон по улицам города, глава города Александр Терепа, представители администрации Совета депутатов, возложили цветы к вечному огню. Но не только в День Победы жители нашего города вспоминают о великих солдатах. В День города на монументе Славы тоже были живые цветы и не один десяток горожан. Ведь отметить 292-ю годовщину было бы невозможно без подвига наших дедов и прадедов. Этот участок, он несколько преобразит возможности, прежде всего, медицинские нашего города. Я хочу, чтобы, конечно же, здесь было комфортнее тем, кто работает. Я хочу, чтобы пациенты, прежде всего, не болели. Желаю всем здоровья. Ремонт в здании проходил с мая этого года. Здесь будут трудиться 7 человек – фельдшер, 3 медсестры, стоматолог, санитарка и врач Сергей Столяров, который накануне прошел обучение по курсу «Общая врачебная практика». Это говорит о достаточно большой заботе о населении нашего города, о населении поселка Новый. Мы рассчитываем использовать работу на этом участке, осуществлять работу эффективно, качественно. И надеемся, что все такой работой будут довольны. Инициаторов строительства часовни найти не удалось. Как признали собравшиеся, эта идея родилась в обществе. К 300-летию нашего города на его улицах должны появиться новые виды. Город древний, древнее Новосибирска. И здесь живут и трудятся прекрасные люди, которые заботятся о своем городе, о своей стране. И здесь будет часовенка, которая, я думаю, будет и символом города, потому что на въезде, на центральной улице. И здесь мы помолились о том, чтобы в Берчане жизнь их была благоуспешной, и чтобы здесь жили прекрасные люди. Для развития духовной жизни очень важно наличие символа. Может, именно эта часовня станет таковым. Ведь через три года, по завершению ее строительства, она будет украшать один из въездов в наш город. В День города состоялось торжественное открытие первой в нашем городе православной гимназии имени преподобного Серафима Саровского при храме Преображения Господня. Всего в Новосибирской области существует две подобные гимназии. И вот субботним днем состоялось открытие третьей. Сегодняшний день для нас очень знаменательный в связи с тем, что в День города наши строители, все попечители, благотворители подарили городу такое замечательное здание и общими усилиями решили, что здесь нужно быть именно православной гимназией. Первой в городе Бердске православной гимназией. По замыслу создателей, пара аистов, символизирующая теплоту, сердечность и ценность семейных отношений, положит начало новой традиции нашего города. Сюда будут заезжать все молодожены, чтобы зарядиться энергетикой символа семейного счастья. Средства на его создание собирали всем миром. А все людям на радость и в цели сохранения института семьи. Символ чего-то должен быть. Если к нему стремишься, как-то заряжаешься от него, то он наверняка кому-то чего-то вспомнится, и, возможно, он подумает, прежде чем сказать какие-нибудь плохие слова или совершить какой-нибудь поступок. Возле новой статуи уже фотографируются семьи. По всей видимости, проверить слова символа семейного счастья. Крепкая семья, крепкая держава. Тысячи цветных огоньков еще раз поздавили перчан с 292-й годовщиной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова